Всем привет! На днях у меня был день рождения, и сегодня я буду вам показывать все те покупки, которые я сделала в честь этого знаменательного события. Некоторые покупки были действительно подарками к дню моего рождения, самой себе любимой, а некоторые из них это просто спонтанные покупки, но когда жаба пыталась возмутиться, хомяк так разводил лапками и говорил, ну день рождения, подарок. В общем, поэтому получилось, что как бы все из купленного оказалось подарками. Ну давайте начнем вот с такого огромного набора бумаги. Это Ройал Телес, бумага серии Рембрандт, 15 процентов содержания хлопка в этой бумаге. Эта бумага тонированная, коричневая, но я промахнулась немножко с набором, я думала, что брала нормальный размер А4, а на самом деле заказала А3, но как бы не принципиально, потому что А3 это два раза по А4. Сейчас я ее тестирую, если она мне прям понравится, то я наоборот окажусь в выигрыше. Здесь 50 листов, результат у меня будет 100 листов, если на две половинки разрезать. Это бумага для рисования, для пастели, для акрила, гуаши, чернил и угля. Ну то есть такая микс-мидия, я бы сказала, ну конечно, кроме акварели. Здесь 50 листов и 180 грамм на метр квадратный. Это именно была покупка как подарок к дню рождения, но я хотя бы все равно ее купила бы по-любому, потому что мне было интересно попробовать. Довольно плотная бумага, она шершавая, но поскольку она и для пастели тоже. Я всегда хотела попробовать тонированной. У меня есть серая тонированная бумага, у меня есть просто крафт бумага, вот я еще хочу попробовать в такой вот бумагу. Так, это первая покупка, но она самая большая, поэтому я решила показать сразу и отложить. Единственное, конечно, что с ней неудобно, я не знаю где ее хранить, потому что это просто огромнейший сет, она у меня нигде не помещается, пока она у меня просто стоит за диваном. Дальше маленькие были такие покупочки, но это на самом деле не подарки к дню рождения, это просто я зашла в фикс прайс, увидела, купила, но как бы подарок. Купила всем хорошо известные ручки с ультраблеском, я купила три набора, но все три не стала вам показывать, чего уж тут все их знают хорошо. Ручки неплохие, блестят, да, блестяшки разноцветные, не пентель, но очень вполне себе хорошие ручки, можно пользоваться, как бы я не в восторге, но и не жалею, что купила, куда-нибудь и конечно же их применяю. Еще маленькая покупочка, это вот такой вот спрей, краска-спрей с металлизированным эффектом от Lumet, еще ни разу тоже не пользовалась, хочу попробовать, как она мне зайдет, не зайдет, может для каких-то фонов можно будет использовать, не знаю насколько понравится, небольшая баночка, но к сожалению не бюджетная, там в этой серии много разных оттенков, но поскольку опять же стоимость не бюджетная, я решила попробовать в одном оттенке, ну если понравится, потом еще докуплю, вот не знаю, в отзывах написано, что быстро очень вот этот распыль, ну как шапочка-распылитель, в общем, забивается носик, не знаю, еще, правда не пробовала, только купила. Дальше, что я еще себе купила, купила вот такую вот точилку механическую от Дели с верхней загрузкой карандаша, нельзя это по-другому назвать, увидела эту точилку, по-моему, у Аллы Хобби, я все посмотрела в сторону механических точилок, но меня как-то смущало то, что там иногда надо на ушки нажать, вытянуть, вставить карандаш, и зазубрины всякие на карандашах остаются, здесь же ничего этого делать не надо, внутри то ли силиконовые, то ли резиновые зажимчики, в общем, карандаши совершенно не портятся, ну вот я уже вовсю ею пользуюсь, очень удобная штука, карандаши не ломаются, единственное, но здесь нужно как-то наловчиться, сколько раз нужно прокрутить, чтобы и остро заточить, и не переточить карандаш, потому что, если видно, у меня все время получается вот так вот длинно затачивать, чтобы была острой заточка, получается, вот нужно вот так длинненько заточить, а когда вот столько много крифеля обтачивается, я все время боюсь его сломать, поэтому пока что я еще пытаюсь к ней приноровиться, но очень неплохая вещь, особенно если у вас большие наборы, ну типа 120 карандашей, и сразу переточить, то ручной точилкой, конечно, это издевательство над собственным организмом, а вот такой точилкой прям даже какое-то медитативное занятие, включил сериалы, и сидишь, перетачиваешь всю коробку карандашей, очень даже увлекает, так, покажу я вам сейчас еще, наверное, раскраски сразу, потому что их немного, целых две, а потом перейдем уже к остальному. Первая раскраска это вот эта раскрасочка, вот Селина Феник, Виктория Норманс, The Memory's Wake, а на самом деле это не совсем как бы и подарок ко дню рождения, не покупка ко дню рождения, это моя немножечко потерявшаяся покупка с book depository, она ко мне шла два месяца с хвостиком, я уже потеряла надежду, что она ко мне придет, но нет, она вот пришла буквально за несколько дней до моего совершеннолетия, скажем так, вот, поэтому я ее отношу в раздел подарков ко дню рождения, очень красивая раскраска, это иллюстрации к ее одноименному роману, здесь вот выдержки, я не читала, конечно, этот роман, но почитав вот эти выдержки, я, в принципе, понимаю, о чем идет речь, что иллюстрируют данные картинки, это помогает какую-то историю в голове выстроить, вот, ну, прям понравилась мне даже эта раскрасочка, попытаться ее сесть, пораскрашивать, хотя в последнее время у меня много новых раскрасок, когда до всего доберусь непонятно, мне очень нравится обложка, какая такая вот прорезиненная, что ли, очень приятная, на ощупь, так, ну, и раскраска, которая действительно покупалась ко дню рождения, это действительно подарок, это раскраска по номерам от Диснея, ура, ура, наконец-то, я теперь в клубе любителей раскрасок от Диснея, давно я на них засматривалась, и, знаете, у меня была печальная история с раскраской принцессы, которая ко мне шла-шла, потерялась на таможне, не дошла, кстати, там все хорошо, денежку мне вернул Амазон, вообще, французский Амазон, это отдельная история, им, если пишешь письмо, каким-то вопросом тебе приходит ответ чуть ли не на лист А4, в общем, читаешь и зачитываешь их мемуарами, это третий том, и заказала я эту раскраску у Юлии Поповой в группе «Арт Нора», понравилось мне там заказывать, моментально отвечали, шли, ну, как бы, на контакт, все хорошо, пришла она ко мне за 9 дней, буквально, я уже прям даже сразу и раскрасила сходу две иллюстрации, загорелась я, единственное, что маленькое тут огорчение случилось у меня, ну, это я, наверное, не может быть без огорчений, у меня здесь нет странички, я на самом деле снимала распаковку этой раскраски, но, к сожалению, у меня соседи в этот момент делали ремонт, и, по-моему, они сносили какую-то стену, то ли они квартиру-студию пытаются сделать, но, в общем, грохот стоял такой, что, пересмотрев отснятые материалы, я поняла, что там меня просто не слышно из-за этого грохота, переозвучивать мне было лень, ну, в общем, я просто удалила этот материал, ну, в общем, вот, я думаю, видно, здесь вот даже ошмёточки видны, да, от выдранной странички, вот, она, к сожалению, ну, вырвана, это не то, что там какой-то, ну, производственный брак, когда, знаете, не допечатали, но, к сожалению, вот такая вот оказия произошла, я сразу написала Юле, и мне понравился их подход к клиентам, моментально, как бы, да, и извинились, и предложили способы компенсации, то есть, у меня нет претензий к Юле, возможно, они сами такую книгу получили, это же не значит, что она там сидела и выдирала, да, по страничке, ну, то есть, вот, мне предложили заменить, ну, я решила, что одна страничка, бог с ним, это не страшно, вот, ну, как бы, как всегда, с маленьким нюансиком у меня покупки, ну, по крайней мере, она до меня дошла, пока я ещё хочу несколько страничек раскрасить, и у меня появляются крамольные мысли, что я хочу ещё пару томов, я не отказываюсь от идеи купить всё-таки принцессы, и сейчас раздумываю, какой ещё том я хочу, первый или второй, вот, всё, смотрю обзоры, всё пытаюсь решить, так, дальше, раз я купила вот эту вот книжку, мне же нужно было чем-то раскрашивать, раскрашиваю я, ну, в основном, цветными карандашами, фломастера я не люблю, у меня, наверное, уже все там позасыхали, надо вообще проверить, выкинуть, маркеры есть, но я не уверена, что я смогу вот здесь раскрашивать маркерами, здесь есть мелкие деталюшки, ну, во-первых, всё расплывётся, во-вторых, да, тоже двухсторонняя раскраска, о каких маркерах я сейчас говорю, естественно, всё просочится на вторую сторону, поэтому нет, либо здесь какие-то фломастеры, но, опять же, я не люблю фломастер, то есть у меня остается один вариант, это цветные карандаши, я попробовала там вот первую страничку раскрасить цветными карандашами color, мне, в принципе, понравилось, но мне показалось, что 120 штук цветных карандашей для вот этой палитры мало, а тут у меня ещё под видео о покупке как раз color развернулась бурная дискуссия между девочками о брутфунерах в количестве 180 штук, я, кстати, на тот момент была твёрдо уверена, что брутфунеры мне не нужны, но, девочки, всё из-за вас, вы виноваты в следующей покупке, и эта покупка, ну, в общем, оказалась, конечно, приурочена ко дню рождения, но, на самом деле, если так, положа руку на сердце, я её купила исключительно для вот этой, наверное, раскраски, вуаля, у меня теперь есть огромный контейнер брутфунеров на 180 цветов, не очень мне нравится эта коробка, на самом деле, для хранения этих карандашей, но я не думаю, что я буду покупать отдельный пенал для них, как бы все знают, что это за карандаши, все знают, как они выглядят, я их разложила не по цветовой палитре, а по номерам от 01, ну, тут от какого-то 100 с чем-то, так мне удобнее искать среди этого огромного количества карандашей тот цвет, который мне нужен, и как-то вот в таком случае мне удобнее ориентироваться по номерам, чем по названиям, пока найдёшь где-то тот коричневый, который мне нужен, так, 0,13, значит, первый лоток быстренько находите, вот, ну, и вот эта вот картинка раскрашена ими, да, эти брутфунеры отличаются от тех, которые в коробочке, ну, в портфельчике пластмассовом, где 160 штук, эти насыщеннее, эти мягче, эти не такие скользкие, но я не уверена, что я смогла бы ими раскрашивать обычные картинки, поэтому вот они были куплены для этой раскраски по номерам, они сюда только и будут применяться, для этих целей очень неплохо, с первого раза всё жирненько, очень ярко, очень насыщенно наносится, даже сравните, да, между колорами и брутфунерами, брутфунера ярче, но один минус у этих товарищей, то, что они, я даже не знаю, как это правильно назвать, пылят, это неправильное слово, они не пылят, они, когда раскрашиваешь особенно большую поверхность, от них просто куски отваливаются, не крышатся, а вот, знаете, как скатывают такие, ну, ошмётки, я не знаю, как это правильным словом назвать, но очень много грязи, и всё время приходится это всё сметать, потому что, если вовремя не убрать эти катышки-комочки, то они липнут, они мажутся, и вот для этих целей я уже специально купила вот такую вот кисточку, она, конечно, косметическая на самом деле, кисть, наша белорусская фирма Радуи, кисть кабуки, она там для пудры, минеральной пудры, но она у меня вот для смахивания этих вот катышков, и намного мне удобнее ею пользоваться, чем рукой, потому что рукой я умею всё размазать, так, теперь кисточка, кисточка маленькая, удобненькая, но такая мягкая, такая классная, мне ещё нравится в процессе посидеть, порелаксировать, так по руке ей себе поводить, вот, вот такой вот получился у меня подарок и сопутствующие к нему материалы, давайте-ка мы уберём, а, так, кстати, по поводу ещё брутфунеров хотела рассказать, я тут смотрела видео австралийского блогера, не помню, Сара, не помню дальше как, вот, ну, в общем, она сравнивала брутфунеры квадратные, и вот эти вот кругленькие на 180 цветов, и она рассказала о том, что проводила собственные исследования, собирала, ну, не знаю, у всех какие-то отзывы, в общем, она пришла к выводу о том, что брутфунеры в наборе 180 штук, вот эти вот заявленные масляные карандаши, продаются на самом деле на китайском рынке под несколькими другими торговыми марками, под другими наименованиями, она называла 5, ну, вернее, 6 вместе с брутфунерами названий, ну, я одно, если честно, не запомнила, я вообще такую марку не встречала, мне сложно воспроизвести, поэтому, наверное, поэтому не запомнила, значит, во-первых, эти карандаши продаются как брутфунеры, во-вторых, они продаются под названием Shuttle Art, затем они же Sue Color, то, что Алена Москалёва показывала, они же South Sun, и они же Color 180 штук, которая красная коробка с оленем, помните, ну, если кто смотрел мое видео, где я показывала Color 120 штук, я еще говорила, что Крис Величко, польский художный блогер, сравнивал Color с Prismacolor, но он как раз тестировал Color в красной упаковке, вот в этом я говорю, что они очень мягкие, жирные, и вот все, я тогда недоумевала, почему же он их сравнивал с Prismacolor, они же не похожи, вот, так вот, теперь у меня как бы совпадает, потому что именно вот эти брутфунеры, они действительно отличаются от тех 120 Color, которые у меня есть, но по всем описаниям они действительно похожи на Color 180 штук в красной коробке с оленем, то есть у них очень толстый грифель, да, это самый толстый грифель вот этих китайских карандашей, по диаметру он совпадает с теми красненькими Color'ами, очень мягкие, очень жирные, как бы, да, я понимаю теперь, почему их сравнивают с Prismacolor, но если уже сравнивать с Prismacolor, то можно найти схожесть, да, в их мягкости, в их жирности, но тогда возникает у меня вопрос, почему же их называют масляными карандашами, потому что для меня они все же абсолютно восковые карандаши, ну, то есть основной компонент связующего грифеля, вот это воск, и у меня здесь есть один карандашик под названием Tully Purpish Red, ну, такой фиолетово-красноватый, да, оттенок, вот там вот как раз-таки очень хорошо прослеживается то, что там восковая составляющая, потому что грифель там неравномерно прокрашен, и есть часть грифеля, которая вообще не прокрашена, и когда она попадает на бумагу, есть такое ощущение, что я взяла восковую свечку и провела, то есть мало того, что она там бесцветная, но вот ощущение один в один, вот воск живой, так что вот, я была в восторге, ну, не в восторге, ладно, в приятном впечатлении от колоров 120 штук, я даже прям захотела 180 попробовать, уже была мысль купить все-таки на Алиэкспрессе эту большую коробку красного селения, но теперь понимаю, что не нужно, она у меня в принципе есть, только под названием Brood Funer, все, про Brood Funer все, что хотела рассказать, поэтому если кто-то счастливый обладатель, например, карандашей SoColor, думает, нужны ли им Brood Funer, нет, вам не нужны, потому что это одно и то же. Следующее, что я купила, но это была спонтанная покупка на самом деле, это вот такие вот карандаши Neoni, я сейчас в активном тестировании этих карандашей, у меня как раз, видите, их даже здесь, и многих нет, потому что они у меня в работе, вот эти вот карандашики мне пока на первый взгляд нравятся, здесь очень интересная цветовая палитра, есть очень красивые, интересные оттенки, которых в других карандашах, тем более бюджетных, не наблюдала, это самый большой набор, здесь 120 штук, нельзя смотреть обзоры различных блогеров, потому что они у меня куплены по обзору Artgear Guide, в общем, да, я человек слабовольный, слабохарактерный, там похвалили, мне тоже надо. Покупка, еще раз повторю, спонтанная, но была сделана в преддверии дня рождения, поэтому с оправдательной пометкой «Подарок». Вот такие у меня теперь еще есть карандаши, и, наверное, второй действительно целенаправленно купленный подарок ко дню рождения, это карандашики Prismacolor. Я долго все-таки думала, хочу ли я полный набор, не хочу ли я полный набор. У меня были куплены поштучно некоторое количество призм, я знала, что это за карандаши, я знала, как они себя ведут, я их уже протестировала, какие-то картинки ими раскрасила. В общем, я пришла, в конце концов, к компромиссу сама с собой, что набор в 150 оттенков мне, наверное, не очень нужен, потому что все то разнообразие желтых и зеленых оттенков мне точно не надо. Я не очень люблю, на самом деле, зеленые оттенки, мне несколько основных цветов, в принципе, хватает, поэтому я купила 72, но здесь на самом деле уже лежат не они, а, скажем так, запаски, это те карандаши, которые у меня повторялись, то есть они у меня уже были куплены поштучно, и вот среди этих 72, вот они совпали, вот они лежат у меня как резерв. А, в общем-то, все карандаши я отсюда уже переложила в пенал, где хранились купленные до этого карандашики, но и здесь же я оставила золотой и серебряный, потому что мне эти карандаши, в принципе, не нужны, я не пользуюсь этими оттенками. Вот, в пенал их класть не хотелось, чтобы они не занимали место, в общем, они остались здесь, что с ними делать, я не знаю, надо ребенку подарить, кто рисует, детки будут, наверное, рады. Вот, значит, что? Значит, они у меня теперь живут вот в этом моем большом пенале со звездочками, у меня здесь лайтфасты квартируются, и с другой стороны у меня жил на борще купленный, да, призм, и теперь у меня здесь еще плюс 72 этих оттенка. Мне осталось для полного счастья докупить несколько темных оттенков, я не помню, как они называются, что-то вроде темной вишни, вот такого вот плана, мне как бы их не хватает, я такие оттенки люблю, а так, в принципе, вот у меня мое богатство, я думаю, что мне вполне этого будет достаточно, те пастельные оттенки, которые есть только в наборе в 132-150 цветов, у меня были до этого куплены, поэтому я думаю, что я на данный момент очень даже вооружена призмами. Единственное, что мне в них, ну вот я понимаю, почему на них идет нарекание на качество, некоторые из них потресканные, древесины растрескавшиеся, в некоторых прям сразу стерта краска, вот Сиена Браун, но если бы я не знала, что это Сиена Браун, я бы в жизни не прочитала, здесь только буквально верхние кончики буквы остались. Хорошо, что у меня теперь есть белый второй карандашик, потому что этот медленно, но верно идет к своему окончанию, ну правда еще много, но такими темпами быстро сточится, так что вот эти вот карандаши, это действительно целенаправленно купленный мне, мне, мною же любимый, мне любимый, мною же любимый подарок к дню рождения, я вот этому подарку очень рада, я к нему долго шла, долго невозможно было его купить по определенному ряду причин, а покупать поштучно, ну как бы это дорогое удовольствие, потому что сам карандаш поштучно, если посчитать, плюс пересылка, не стоят на самом деле эти карандаши, конечно, даже тех денег, которые просят у нас посредники, их золотая цена, это цена, за которую они продаются в Америке, да еще и в день скидок, вот, но тем не менее, карандаши неплохие, особенно если к ним найти подход, найти для них бумагу правильную, цвета здесь красивые, ну в общем, я теперь вот так открываю, мне вот эта вот радуга цветов, меня очень радует, все, наверное, это были все мои покупки подарки, ну, в принципе, вместо двух подарков, которые я хотела себе сделать, получилось довольно много, особенно у меня прибавилось карандашей, ну, вы знаете, что я вообще карандашный маньяк, я очень люблю цветные карандаши, я готова просто скупать их тоннами, но сейчас вот я хочу немножечко подуспокоиться, поставила себе цель на следующую покупку дорогого большого набора карандашей, но на него мне нужно собирать деньги, поэтому я пытаюсь взять себя в руки, если до этого я старалась, знаете, сесть на такую покупательную диету, у меня не срабатывало, то есть какую-то ерундушку, но я все равно покупала, потому что мне было тоскливо, скучно, если мне нужно было чем-то грусть, тоску развеять, то здесь я попробовала поменять мотивацию, дать себе такой мотивационный толчок, я поставила перед собой цель купить определенный набор карандашей, я знаю, сколько на него нужно насобирать денежек, поэтому я вот сейчас буду идти к этой цели, буду целенаправленно, ничего другого пытаться не покупать, а постараться в ближайшем будущем сделать себе такой большой дорогой подарок. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца, всем только самого доброго времени, всем пока!